Просто реально ужастик какой-то. В общем, сейчас поедем к ней отложку. Помидоры готовятся в два раза быстрее. Вот так. А теперь можно заворачивать. Приветульки! Еще проехалась на Бэшечке. Всем доброе утро. Слушайте, вы слышите? Точнее, добрый день. Сейчас уже день, уже часа два. Просто какой-то ветер. Посмотрим, как ужасно. Просто потемнело так быстро. Огромнейшая туча. Сейчас пойдет жестким, мне кажется, какой-то ливень. Просто реально ужастик какой-то. Надо закрыть окна. Вот уже капает. Офигеть. Что, смотрите, как за 10 минут все изменилось. Просто. Вообще не видно, вы видите? Обалдеть. Не видно. Ой, сейчас нормально вам покажу. Не видно вообще ни конца, ни края. Ближайшие деревья только видно и все. Офигеть. Мигает что-то еще. Вот такой жесткий дождь, мне кажется, и все. Крошки мои, ну просто дрындессы. Представляете? Настроение меняется в раз. Что теперь за окном? За окном снова лето. Снова ясное-ясное небо. Посмотрите. Все засветилось, зацвело. Все. Кайф вообще. Вот, я сейчас заказала роллы всяко разные. Сладкие, соленые. Короче, 4 вида роллов и сладких 2 порции. Ну так, чтобы, знаете, не на раз покушать. Вот. Монтирую видосик. Сейчас покажу роллы. Блин, сладких почему-то заказала одну порцию. Вообще две хотела. Я обычно их по 2 беру, они мне очень нравятся. Да, это у нас Филадельфия. Филадельфия Массага. Это в подарок, кстати, дали. Вот это я покупала, а это в подарок дали. Так, на заказу общему. Ну и здесь горячие роллы. Ладно, пока не буду раскрывать, потому что чуть-чуть надо дела доделать. Так, вот решила переместиться. Вот горяченькие открыла роллы. Вот такие вот они. Этот я беру обычно, а вот этот я еще не пробовала. Здесь должна быть прям тигровая креветка, а здесь маленькие. Ой, ну что мои хорошие. Короче, день опять на лайте, продолжается все на лайте. Балую себя. Вот, поддерживаю чистоту. Да, хожу все. Вот это убираю, столько времени на это все дело уходит вообще. Чувствую, плюну в один момент. И будет снова через неделю-две взрыв. Но пока держусь. Пока все прибираю, сразу же за собой все по местам кладу. Сейчас я распаковала диван. Вот, по приколу мне. Смотрите, простынка у меня прям вообще в цвет дивана моего нашла. Из комплекта одного. Короче, решила так. Смотрю сериал Элита. Сейчас думаю какой-нибудь фильмчик еще запосмотреть. Жду доставку. Они задерживают. Сбермаркет опять. Представляете, я вам не так давно, кто смотрит мой второй канал, я там говорила, что Сбермаркет в последние два раза задерживает все время доставку. И сегодня заказала еду в Яндекс, не включила с утра звук на телефоне, пропустила звонок. Представляете, они уже тусовались здесь, мне продукты должны были принести. Я там продукты, которые я ждала. Короче, отменили заказ, мне вернули деньги сразу. И мне пришлось сделать новый заказ. Так я в три часа сделала заказ, а сейчас девять, девчонки. Девять! И они мне звонят, что говорят, вы в течение часа, вам удобно будет принять. Ну, они, естественно, смс-ку пишут, что извините, задерживаемся. Но это уже третий раз, извините, косяк. Ну, ладно. Короче, у нас духота. Куда сегодня два раза поменялась. Денька уснул сегодня в 8 часов. В 8 еще не было. Ну, так что он так шатался, шатался сегодня целый день. Не знаю, температуры вроде нет, я так посмотрела. Вот. Ну, температура я ему сбила сегодня. Поднялась она до 38,3. И трех, 38,3. Но так как у нас такой градусник не ртутный, он может обманывать чуть-чуть. Поэтому я думаю, ладно, не буду ждать, пока поднимется температура. Дам ему нурофен. Дала нурофен, и снова мальчик начал скакать. Вот. И под вечер что-то он, видимо, устал. Все-таки организм, то все. И прямо он уснул за 3 секунды вот так. Так что у меня весь вечер свободный. Все. Найду кино какое-нибудь, посмотрю, поделюсь впечатлениями, если будет хороший. Или увидимся завтра. Посмотрим. И жду доставку. Спать не могу. Всем привет, мои хорошие. Доброе утро. Мы сейчас с Денечкой собираемся выходить гулять. Сейчас время у нас 2 часа дня. Вот. И хочется что-то погулять, немножко прогуляться. Так что пойдем прогуляемся. Вот. Потом вернемся домой, и что-нибудь буду придумывать для вас снимать. И еще вечером сегодня думаю приготовить абджаб сандал. По-моему, так называется правильно. В общем, к мясу. И мясо, может быть, приготовить. Вот. И еще надо будет сходить в магазин. Так что сегодня у нас будет шопинг и приготовление. Оставайтесь. Смотрите, как красиво смотрится вообще белый дынь. Ну, блин. Все время боюсь, что он наедет мне своим этим самокатом. Шлепки под белый. Смотрите. Ой, вот они блестят. Вот тут видно мерцание. Вам, наверное, не видно. Так красиво. Ну, все. Поехали, солнышко. У нас тут пооткрывались еще всякие новые эти лазилки для детей. Так что пойдем. Мы уже лазили сегодня вечером. Вечером. Сегодня, блин. Мы уже лазили вчера вечерком. Сегодня еще полазим. Давай. Давай. А вот рядышком, да. Молодец. Не работает. Вот на эту кисть. Прошел? Дэнни, давай скорее заложишь. Ложишь. А качать кто будет нас? Я. Ну, давай. Как качать ты будешь? Давай ножками раскачиваться. Погуляли. Погуляли немного сейчас пришли на наш район, а здесь ветер. Там солнце адское печет, а тут ветер. Матер-погуляли. Погуляли. Ой, хорошо маме, да. Запрыгивай. 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 Давай, Рюкса. Давай скорее, запрыгивай, солнышко. Молодец. Ложись. скрипучая у нас какая-то все прошло пару часов мы с денька поотдыхали теперь идем вместе в магазин купим мясо купим овощей что-нибудь приготовим мишку дома будем кусать короче взяли немножечко покупочек здесь а здесь это у нас специальный магазин есть вот для абжа аджат сандал все взяли мясо еще взяли телятину будем готовить так смотрите про промыла я противень протерла ее сухой салфеточкой лист который брала фикс прайс и хочу проверить его сейчас я протру все овощи и выложу сюда покажу как так мы промыли и просушили то есть у нас не мокрые овощи мы кладем 3 синеньких 5 перцев и сейчас 20 минут на одной стороне мы запекаем на 190 градусов 20 минут помидоры готовятся в два раза быстрее через 20 минут тогда когда мы все это дело перевернем мы положим еще и помидорки рядом на 20 минут ничего не должно прикасаться друг другу и кстати это не обжаб сандал а какой-то другой салат девочки ну представляете я сгоняла мало взяли оказывается петрушки и кинзы я короче побежала и там уже такой ливень просто на улице зверски блины тут не закрыли все девочки прошло 20 минут перевернули и добавили помидоры еще 20 минут нарезали кинзу и петрушечку чуть-чуть может быть еще кстати сходила купила может быть еще может этого хватит посмотрим здесь у нас чеснок выдавили половину чеснока и сделали луковицу одну одну луковицу и чуть-чуть я брызгнула уксусом 9 процентном я взяла два кусочка вот такие вот телятины вышло это чуть больше килограмма килограмм 100 наверно где-то помыла под проточной водичкой вот эти салфетки мне нравится то что в них можно так высушить и они не прилипают но ворса нет потому что салфетки довольно таки такие плотные поняли это вот то что эко такие я брала в этом фикс прайсе вот прям вот так про этого им их просушиваем чтобы они были сухенькие то можно так перевернуть и завернуть вот так вот отжать так сняли овощи смотрите сок который здесь был я уже вылила в кастрюльку оставался и кстати хотела показать вам как ну противень это прикольная противень прикольная вот это вот постилочка из фикс прайса в общем классно все еще чистенько в общем то ее осталось промыть все вот они овощи вот так вот они выглядят сейчас они остынут немного мы будем их чистить так а вот мое мясо и она уже высушена сейчас я его буду упаковывать я буду делать вот в такой маленькой противень сейчас постелю фольгу нужно фольгу поселить так чтобы весь сок оставался внутри но я мне кажется вот так вот одной мало поэтому я сделаю крест-накрест вот так вот мама у тебя очень сильная женщина посмотри а фикс прайсовская девочки чеснокодавка аккуратно сейчас будет щипать потом у тебя мне еще где-то одна есть нормально ну-ка отойди-ка было сразу и давить если она есть кому нет нет так поставили сковороду на плиту сейчас поджарим со всех сторон все эти наши кусочки потом их выложим вот сюда я здесь уже подготовила все общем 2 зубочка чеснока сделала я даже не выжила а просто там не знаю порезала кое-как вот я хоть и высушила видите по одной минутке надо с каждой стороны пожарить ходе высушила все равно стреляет поэтому сушить и лучше смотрите все я их поджарила они очень красивенькие очень такие прям мягонькие вот такие бы остались было бы супер теперь мы берем вот такую вот розовая соль гималайская я солю чего солнышко надеюсь не пересолила так у меня есть смотрите вот фаберлик я заказывала полезный продукт и правильная соль для стейка мне кажется можно да тоже вот так вот еще тут можно ароматные травы разные ну короче там всяких разных можно ароматов на накидать да тоже соль какая-то да считая соль солю все солю солю ну ладно пусть вот такая вот ароматная здесь не пересолю так у меня есть букет перцев не знаю а есть итальянские травы в общем что-нибудь я сделаю все делаем параллельно помидоры у нас почистили все уже почистился у нас баклажан и этот как называют перчики да теперь все это буду резать все теперь мы запаковываем наше мясо так чтобы сок вес остался внутри не знаю может быть и с другой стороны надо было еще присольнуть а то я все сверху сделал я итальянские травы сюда сделала и перцы не знаю с другой стороны тоже надо как-то сделать все девочки все со всех сторон намазала на посыпала и запаковала все теперь теперь это отправляется в духовку уже забыла насколько на полтора часа и по-моему 220 сейчас уточню еще в рецептике девочки достала забыла положить сверху кусочек сливочного масла на один кусочек на второй вот так а теперь можно заворачивать все девочки 180 градусов полтора часа и так все нарезали все смешали добавили масло соли черного перца здесь также сок от всего от помидоров от всего сок так что все закрываем крышечкой и на час холодильник фух девчонки просто ужас как я устала все там вылезло сейчас и я прям такая смотрю чистота такая с робота пылесоса запустила чтобы он там по пылесосил помыл полы и такая думаю что я им не показала до просто что было после чистки этих овощей после того как я пожарила это мясо просто я раньше не обращала внимания сколько жира остается вокруг я думала вот это я сейчас обжарю там минутка там минутку но думаю ладно понятно когда кусок мяса жаришь там жаришь и жаришь много жира нет я чуть-чуть обжарила по минутке с каждой стороны просто у меня вот так все в жиру я сразу протерла конечно но мне не нравится я поняла что мне нужна решетка потому что я частенько последнее время жарю мясо и мне нужна эта решетка которая не дает разбрызгаться всей этой фигне вот короче надо мне решетку взять и чё еще еще что-то хотела а и новую выжималку этого чеснока все решила сейчас отдохнуть дэнчка иди сюда включаем мультики что робот пошел не туда ой девочки у меня есть коронные мои блюда знаете но мне кажется вот сегодняшний ужин сегодняшний он просто нереально какой-то нереально новый и вкусный будет просто обжар сандал по-другому он еще как-то называется но я когда заказывала в рейсе как такое то он до такого же вкуса был поэтому не знаю как он там называется по-разному но он очень вкусный получился как в лучших ресторанах сейчас попробуем мясо она готова полтора часа приготовилась в общем пахнет изумительно вот я сейчас отрезала кусочек он так мягко режется все готовы внутри попробую так ну что ужин готов просто нереально вот это вот подливка обалденная которую прям вот стоит полить налить все готово все приятненького аппетита пробуем потом поделись впечатлениями ой девочки простите меня великодушно я забыла по-моему снять отзыв о еде это было просто нечто просто нечто мне теперь интересно это мясо вообще какой она будет завтра если его подогреть очень вкусно если я где-то в ресторане попробовала вот этот вот салат который мы вот так вот сделали запекли да с мясом выключай свет зайчик то я просто была бы покорена и это был бы мой любимый ресторан реально очень вкусно я так вкусно никогда еще не готовила правда очень 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 все вкусно очень прям повезло прям прям рецепты хорошие наверное поэтому можете повторить и вы меня поймете и сейчас мы еще сходили погуляли с денька и немного так примерно свежий воздух там ливень был еще под ливень и вот после дождя такого все классно прям погуляли сейчас денька уже засыпал по дороге я говорю ну давай спать сейчас ему купила сок как он просил и сейчас я его уложу спать и что я не знаю может какой-нибудь кинчик включу или сериал продолжу смотреть вот такие планы в общем клево классно и счастлива всем доброе утро завтракать мы будем сегодня я и шинкой точнее глазу не у меня я и шинка у дэнечки после яблочко конечно стираю белье вот как мне нравится вот это вот кофточка вот сейчас я постирала а дело свежую ту уже в стирку кину не знаю нравится мне вот этот вот наряд мой очень и вот я к нему прям вот он и по ткани и по мягкости по цвету и в то же время с такими разрезами сексуальными мне нравится так хотите сейчас белье последняя постирала кстати все у меня все чистые вещи собираем новую стирку вообще я заметила что лучше не собирать блин вещи потом их негде сушить вот мы короче позавтракали монтирую видео параллельно английский канал сейчас уже вывод поставлю в общем думаю чем сегодня заняться сериал кстати начали смотреть вчера называется игры разума вот вроде говорят хороший фильм какой-то но пока что первую серию посмотрели сериал пока что тяжеловато такой какой-то детективно непонятный короче ну типа со второй третьей серии должно начаться прикольно так девочки я проголодалась сейчас будем смотреть как она после того как разогреть все это дело будет ли также мягко и вкусно сейчас позвонил брат кстати я попробовала поесть это блюдо короче мне кажется она стала еще вкуснее что салат вот это обжа аджаб сандал я его буду так назвать потому что он очень похож и мясо стало еще как будто мягче и сочнее а еще прикол в том что можно его есть холодным я вообще не удержалась такая голодная была я прям холодный кусок съела отлично жуется классно можно вместо вообще там колбасы на хлеб так положить мама как-то делала буженину вот очень похоже только буженина это по-моему свинина да я не так хорошо разбираюсь в этих мясах но брат позвонил и говорит я сейчас приеду к тебе в гости натали сегодня работают настя захотела с натали на работе побыть а виталька сегодня один так что он приедет я такая думаю блин как молодец почувствовал вот я его угощу своим блюдом и заценит такого он у меня еще не ел кто в гости кто в гости идет и не встречай да сейчас постучат или сами откроют привет ульки ну что мы хорошие резко мы собрались с виталием поехал забрать настеньку вот с работы у наташи и мы решили пойти в торговый центр парк ненадолго здесь прогуляться в общем может быть чё чё прикупить глянуть там или погулять по парку очень погода классная смотрите какие классные рюкзачки в кроп симпатичные цена вот это вот 1799 рублей это тоже наверно где так так купили футболочки там виталия пока пошел переодеваться настюли кстати юбку какую красивую купили смотрите да она была в этой майке джинсов но она похудела до постройнела вся такая вытянулась и джинсы на нее уже кстати давай красота и джинсы на нее стали большие ну иди покажу как блестит она она такая все синенькая смотрите блесточки блестят прям под синюю кофточку я думала костюм вообще сначала под кроссы модная короче ты у нас вообще и день кого ответит зелено джинсовый зеленый синий серый вот в общем ждем сейчас пойдем в парк так я выбралась и мороженое суфле его окунают вот сюда мне в темный шоколад что у нас выбрала настя настя выбрала темный шоколад в белый макнут вот а виталька выбрал клубничная молочный это моя ореха еще не делаете кстати но не хрустящая как-то там еще не до мерзла дай ну что мои хорошие мы пришли домой короче хорошо посидели с братом что-то я забыла вообще камеру взять поснимать всем доброе утро мои хорошие короче читая это не могу включиться это после после поездки которая должна была быть да не могу никак прийти в себя и вот этого отдыха все очень сумбурно какой-то влог у меня такой кусками так что извиняюсь я то забуду кар камеру взять то забуду что-то снять все мы должны были пойти с дэнчика в садик должны были пойти сегодня здание в садик но его что-то подвысыпала вот здесь вот да но как бы я знаю почему здесь высыпала да но у него также на ушках есть еще до вот этого вот сыпания было на ушках я переживала что может что-то с ушами но нас ничего не беспокоит как бы да то есть ничего не чешется не болит играет веселиться все прекрасно и вот и вот как бы на на руке вот здесь вот тоже какие-то маленькие знаете прищечки с одной стороны на подничку похоже да а с другой стороны на ушах вот как бы 4 подбит под переживали в общем сейчас поедем в неотложку я написала что садик сегодня мы не придем как бы я не вижу конечно что-то серьезного да но я должна знать что это я все-таки не могу понять поэтому я позвонила в поликлинику нам говорят в неотложку спаду неотложку посмотрю что там скажут если меня удовлетворит то что они скажут но в плане доверия возникнет такое да то да если они там на пропишут всякой фигни и сами толком не поймут что это то я пойду в платную поликлинику вот ну так как рядом сейчас мы перевелись там в поликлинику да бесплатную поэтому стоит туда сходить если чё сходить в платную тогда надо познакомиться вообще с врачами как бы да чудо как в общем сейчас собираемся вообще в садик думала его отвезти потом думаю нет все-таки свожу покажу врачу что пей кофе и едем ну что в общем сходили мы к врачу у нас интервирус называется она сказал в садик ходить нельзя сидим дома ну как бы толком говорит можно ничего не делать она сама пройдет но прописала мастер еще антибактериально можно ей помазать что повторного воспаления не было ведь в пятницу придете ко мне и если начнется и проходить уже прям подсушиваться то придете если не начнет то еще не приходить приходите в понедельник так что мы на домашнем вот деньги праздник сейчас взяла по дороге взяла самцы купила все эти лекарства мазь все дела не марса крем взяла мази не было крем взяла но я думаю одна фигня наверное не знаю 500 рублей она стоит фуцидин какой-то или что-то такое 500 рублей 500 рублей ну ладно и мирамистин еще очень дорого стоит я взяла вместо мирамистин на хлоргексидин мне кажется одна тема она говорит там разное вещество но я думаю что просто промазать обработать а сверху насыпать этим это вообще неважно хлоргексидин или мирамистин там напишите если кто-то знает мне кажется этот мирамистин слишком неоправданная цена у него высокая зашла еще в этот в нас где круассаны делала взяла с малинкой 2 и сам сам сколько приготовленная с курицей вроде не пробовал на пахнет очень вкусно завтрак сейчас приехали машинку чиниться корреса чек я вам говорила наверно сейчас ждем электрика посмотреть что у меня там с ней денька тут играет с кнопочками кнопулечками еще машину хочу помыть очень это как грязная и внутри снаружи против ждем ждем так начать в чуленьки на диагностике у нас было было свечи свечи ни разу вообще не меняли за все это время в общем я брату скинула фотографии уже чтобы он заказал и свечи и какие-то колбачки там еще замену вот пока ездить можно но будет чуть-чуть некомфортненько в каких-то местах вот но я думаю быстренько если придет то быстренько нам все заменят так что ничего сильно страшного не было это радует сейчас едем делать страховку на машину и помыть машину я очень хочу девочки смотрите фары решила наконец-таки отполировать вот это зашкуренная правда уже от красотчика вот щека не видела как это делает ну и смотрите какие крутые фары мама смотришь влог я знаю смотри какие красивые фары как никогда такими не были еще завтра пленку может быть заеду там еще как эта пленка ну чтобы она быстро не это не портилась короче приехали опять смотреть машинки что-то мне интересно стало вот одна из ну как вариант ну просто присматриваясь присаживаясь вот мы с денька сели тут такие кожзамовки и сиденья ну прикольная моделька это он какая моделька потом покажу моделька какая вот джипик такой нравится мне аккуратненько комфортненько но такая маленькая немножко hyundai сейчас покажу модель hyundai santa fi 2018 свеженькая вот он внешне очень классненький вот и Еще проехалась на Бэшечке, это X5, очень комфортненько, очень чувствительная, тормоз, газ, чувствительные такие. Ну, прикольненько, прикольненько, и даже габариты больше здесь чувствуются, чем на Мерсике. Ну, короче, думаю еще, странно, странно. Короче, надо выбрать тачку, просто чтобы купить тачку и понимать, какую ты хочешь, ее сначала надо выбрать. И пока ты не выберешь, все, она будет так вот, на полпути. Так что вот я и выбираю, подхожу. Вот такая она внешне, красивошная. Ну, джипари мне нравятся, нравятся, нравятся. Так, вот еще один из вариантов, это Volkswagen. Volkswagen тоже, он мне нравится. Раньше что-то он мне не нравился, а тут что-то я приколола. Ну, то есть много тоже всякого всего. Здесь вот подстаканники все-таки, экранчики, кнопочки. Ну, вот аккуратненько. Конечно, не сравнится с Мерседесом, BMW, но тем не менее, классненький, что-то нравится. Это что у нас? Это у нас 15-го года. Две с половиной, два с половиной. Сиденьки кожные. Блин, конечно, мне кажется, Мерседес самый первый, который мы смотрели, самый классный. Ну, в целом, ладно, ну, надо смотреть, ну, не знаю, все нравится, все, что мы подходим сейчас, все нравится. Короче, устали, жара такая вообще просто. И мне уже надо, в конце концов, привести свою голову в порядок. Я ее не мою, потому что, девочки, я вам хочу видео снять, затесить там кое-какую красочку оттеночную. Сделает она оттенок мне или нет на голове. Это, наверное, будет уже следующее видео. Сегодня я еще чуть-чуть поснимаю, наверное, буду монтировать вам уже это видео. Я еще хотела сказать по поводу машины еще раз, а то что-то в попыхах, то есть все, почему сегодня поехала вообще смотреть машины. Вот вы всегда спрашиваете, какие, Силен, ты машины рассматриваешь, во-первых, да, и когда машина будет уже. Машины, рассматриваю, сегодня показала, какие еще, так, я показала вам, Volkswagen, Audi. Это то, что бы я хотела в идеале, но на самом деле есть уже и Hyundai, прикольная тачка внешне, да. Но когда ты после Мерседеса или BMW, и даже Audi, и даже Ford, нет, когда ты после Мерседеса или BMW садишься в Volkswagen, Audi, это уже, конечно, чуть попроще ощущения такие, да. А когда ты с Volkswagen и Audi садишься в какую-нибудь, не знаю, там, ну, что-то еще попроще, то чувствуешь еще попроще. Конечно, в идеале вообще хотелось бы Mercedes, на втором месте BMW. На третьем месте, наверное, не знаю, даже Audi или Volkswagen, даже не знаю, какая круче мне нравится. Вообще они мне все понравились, все машины, которые мы смотрели, все они достаточно большие. Я еще смотрю большой багажник, чтобы был у Мерседеса, конечно, самый большой. Там еще третий ряд есть, можно возить всей семьей куда-то, отправиться, да, либо затарить весь багажник чем-нибудь. Я не знаю, конечно, чем, но можно, там, велосипед тот же, еще что-нибудь поехать, не знаю. Вот, нас много, чуть что, там, брата, маму, всех загрузили, куда-то поехали. Мы, конечно, не ездим никуда, да, но все равно это вот в планах. Это как, знаете, дом отстраиваешь и думаешь, вот будет у меня дача, будут у меня гости. А гости приезжают потом к тебе на дачу, там, раз в пятилетком. Вот, короче, устала, сегодня буду уже расслабляться, вечерком монтировать вам это видео. Я не знаю, что еще займусь, чем я займусь. Сериал начала новый смотреть, я говорила вам, да, называется «Охотники за разумом». Вот, только вот еще на первой серии остановилась. Вторую сегодня буду смотреть, посмотрим, как там события будут развиваться. Может, с вами уже поделюсь этими событиями. Ну и вот, выбирая вот такие тачки, я смотрю, да, то, что нравится, планируется продать свою машину, я думаю, да, и вот взять уже потом. Точно, когда, не могу сказать, потому что вот так вот я съезжу один раз машину, посмотрю, и потом мне пишут. Селина, когда машина, когда машина, когда машина? Ну, первое, что нужно для того, чтобы была машина, это выбрать точно машину, которую ты хочешь, вплоть до цвета. Вот, я хочу белую, на самом деле, но сейчас я посмотрела, в принципе, у меня уже все равно какую. Вот, если будет BMW или Mercedes, у меня все равно, наверное, какая. Не, коричневую точно не хочу. Не хочу то, что было. Ни серебристую, ни голубистую, ни коричневую. Черной не было еще, по кайфу. Вот. Салон все равно какой, хоть черный, хоть бежевый. До этого мне принципиально был бежевый салон, поэтому финичка у меня был бежевый. Вот. Сейчас уже как-то чуть попроще, выбор пошире. Вот. Ну, точно джипика хочется. Седан не хочу, не чувствую вообще. Хочу прям джипик, паркетник, как там еще их назвать. Вот. Примерно цены посмотрели, приценились там, то, все. Ну, и все. Теперь в голове буду держать какую-то из этих машин. Еще поопределяюсь, посмотрю, что на рынке вообще продают. Вот. Буду держать в голове и нацелена на новую машину. Ну, конечно, хочу уже скорее пересесть на что-то другое. Но у меня нет внутри какой-то тревоги. Прямо я нормально езжу на этой тачке и просто работаю с целью. Вот так это все происходит. Такие дела. Все. Сейчас немножко приберусь. Вы видели, да, какой у меня тут бардак? В целом поддерживаю чистоту. Еще стараюсь. Все, короче, хочу. Сейчас приберу и лягу, и все. И буду кайфовать. Девочки, за все время первый раз такая вкусная дыня. Вот торпеда, которую взяли. Очень вкусная. Девочки, пробую. Вот это розовое шампанское. Ну, прям интересно. Не, ну в целом ничего так. Оно даже полусладкое прям реально. Можно даже как бы типа и сухое. Ну, полусладкое. Ну, так. Ну, нормально пойдет. Неплохо. С учетом того, что просто, знаете, вот я, например, ну, как бы не бутылку даже маленькую не выпиваю. А здесь вот совсем 250 миллилитров. Это вообще более чем надо. Ну, я имею в виду, что даже вот мне вот этого хватит. Я не люблю алкогольное опьянение. Я просто люблю атмосферу. Ощущение такое что-то типа. Сидишь и отдыхаешь. Ну, короче. Ничего так можно. Плюс зеленого сыра, смотрите. Вот такой в Ашане заказывала. Вот я еще другой там взяла. Очень вкусный, кстати. Сыр песто зеленый. И виноградик. Сейчас по видеосвязи с друзьями свяжусь. И вечер удался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok